Здравствуйте! В эфире новости пятницы и с вами Артём Королёв. За последние сто лет мужчины в Европе выросли на 11 сантиметров. Средний рост европейцы сейчас чуть больше 177 сантиметров. И всё благодаря хорошему питанию, качественной медицине и уменьшению числа детей в семье. В будущем мачо доставалось больше еды и внимания. Подумаем над этим на досуге. Ну а пока переходим к другим новостям. Здравствуй, школа! Почему родители плачут, когда звенит звонок? Решать читать стих, перекрестился, стоя в строю первоклассника. Мачеха его высочества. Как жена принца оскорбила супругу герцога? Камила выдвинула такое возмутительное требование, чтобы очернить Миддлтон. Смена имиджа. Зачем блондинке депутату бритва и цирюльник? Эта девочка тоже побрилась на лосо. Недолгие проводы. Куда пропал багаж королевы красоты? Просто остальные четыре чемодана, они уже улетели до этого. В России отметили День знаний. Праздник случился и во многих звездных домах. Фото знаменитых родителей и их преисполненных важностью чат на водни веселья. Однако для некоторых артистов этот день стал поистине особенным. Первый раз в первый класс пошли сыновья певицы Ирины Дубцовой и футбольного вратаря Вячеслава Малатвеева. Из общей толпы первоклассник 7-летнего Артема выделяет только дизайнерский букет. Раздобыла эту диковинку мама певицы Ирины Дубцова. Очень хотела, чтобы сын запомнил каждую мелочь своего первого школьного дня. Говорит, Артем всю ночь не спал, переживал, как его воспримут одноклассники. Он коммуникабелен просто до нельзя. И в то же время дипломатичен. Вот, то есть, ну, скажи, скажи, да, нормальный пацан. Он просто переживал сегодня еще, что, мам, ну как же, у меня не будет друзей. И тут мы зашли в классное предварительное собрание, сейчас перед линейкой. И Тёма сел за парту, и тут заходит мальчик, и он такой, о, Марк. Марк-то его одногруппник в садике. Свою школьную линейку Ирина вспоминает с ностальгией. Проводила ее по большей части на сцене, пела. Признается, что с удовольствием вернулась бы в те годы. Но теперь с микрофоном в руках стоит ее сын, читает стихи. Мы должны теперь учиться, не зевать и не лениться. На 4 и на 5 на уроках отвечать. Смотришь, чем читать стих, перекрестился, стоя в строю первоклассника. Это, конечно, очень мило. Я прослезился этот момент. За оценку первоклассник не переживает. Давно умеет писать, читать и считать. Даже определился с любимыми предметами. Больше всего мне нравится в школе это математика и физкультура. Потому что в математике нужно думать и считать. Вместо уроков – экскурсия в планетарий. Родителям билетов не хватило. Поэтому Ирина и Роман отправились по магазинам. Закупать подарки к первому возвращению сына из школы. А в Санкт-Петербурге провожал в первый класс своего сына Максима, вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев. Наряд для линейки, рубашку, бабочку и даже носки юный первоклассник выбирал сам, но под чутким надзором папы. Ты что, ты что-то сделал себе? Конечно не сделал. А? Нет, не сделал? А, ну, конечно. Мама тем временем готовила к началу учебного года старшую дочь Ксюшу. Для нее это уже четвертый день знаний. Теперь ей придется присматривать и помогать с учебой младшему брату. Как учиться будет, так и буду помогать. Все, если дома брат задирает, значит в школе не помогает. Вместо скромной школьной линейки